Здравствуйте! Сегодня с вами Катя Васильева. Сегодня мы будем говорить на очень интересную тему. И тема у нас сегодня – как мы добиваемся успеха и почему успех – это возможно. Я расскажу вам, что нужно сделать, чтобы успех в вашей жизни был возможен. И чтобы вы добились всего того, чего вы хотите. Начнем с того, что я расскажу вам, кто я такая. Меня зовут Катя Васильева. Я лайф-коуч, я мастер НЛП, я гипнотерапевт и автор книги «Любить не страшно». Огромное спасибо вам всем, кто покупает мою книгу. На сайте, пожалуйста, смотрите, есть все линки, и там можно купить замечательное качество. Вот я получила сама недавно очень красивая книга и очень замечательный мораль всей басни такова. Поэтому читаем, особенно для тех девочек, кто выходит из токсичных отношений, кто хочет понять себя, кто хочет понять, насколько коротка вообще девочке жизнь, и что с ней может случиться все, что угодно, а мы тратим свои золотые годы, свою молодость, свою красоту на токсичных людей. Читать мою книгу и записываться ко мне на индивидуальные сессии. Все, на этом мы закончили. Сейчас я ее тут положу. Поехали. Давайте начнем с того, что я быстренько расскажу вам, в чем разница между лайф-коучем и психологом. Диплом психолога у меня есть. Это называется по-английски Master's Degree in Psychology, Behavioral Science. По-русски это будет звучать магистратура, поведенческая психология. Я получила свой диплом в университете Иллиной в 2017 году. Еще у меня есть степень в бизнесе и в финансах, и в искусстве. Так как у меня есть бизнес и финансы, и не только степень, но и желание, и любовь к бизнесу, у меня у самой есть три активно действующих, успешных бизнеса. Один в Беларуси, два в Америке. Поэтому я делаю коучинг не только про отношения, любовь, самодостаточность и все остальное, но и про бизнес, деньги, успех и так далее. Поэтому это все можно посмотреть у меня на сайте. Как мастер НЛП, НЛП, что такое НЛП? Вы, наверное, говорите НЛП, но это НЛП по-английски. Это называется Neural Linguistic Programming. Это нейролингвистическое программирование. Программирование чего? Программирование нашего серого вещества в голове, нашего мозга. Так как я уже повторяла, и во многих своих видео я говорю, что мозг – это такой же орган, у которого есть привычки. Так же, как у нас есть мышечная память, привычки наших мышц, рефлексы, поведение, плохие привычки, хорошие привычки. Точно так же есть привычки нашего мозга. Почему? Потому что наш мозг запрограммирован. Чем? Повторениями. Допустим, вам пример. Если вы смотрите все голливудские фильмы, и там как только человек испытывает какой-то стресс, допустим, или там, ну, неважно, любой стресс, актер берет сигарету и начинает курить. Во-первых, это было сделано компанией Филипп Моррис, Мальборо и всеми остальными для того, чтобы народ покупал больше сигарет. Поэтому с 30-х по 80-е, по 90-е годы все голливудские фильмы снимались, и там очень-очень много везде курили. И теперь смотрите, человек, который курит, да, он будет, который смотрел все эти фильмы, который как бы, ну, вот человек, который курит, допустим, сидит и ужинает, получил какой-то звонок. Вот, допустим, вы курящая девушка, вы получили звонок или смс, и ваш бойфренд вам говорит, я с тобой все, разрываю отношения. Вы начинаете нервничать. Первое дело, что вы сделаете, вы скотчите и пойдете курить. Да? Почему? Потому что это привычка нашего мозга. Мы так запрограммированы. Лингвистическая часть этого, да, это язык, как мы разговариваем, но не с миром, а сами с собой. Как мы сами себя понимаем, как мы живем свою жизнь внутри себя. И нерво, это как наши серые клетки, наши нейроны зажигаются, привыкли реагировать и так далее. Вот эта наука, НЛП-наука, она очень молодая, но она учит нас вообще, как, вообще, становиться счастливой и жить счастливо. Для этого нужно просто поменять свое мышление. И вот этим я занимаюсь, я использую техники и приемы НЛП на своих частных сессиях со своими клиентами очень-очень-очень часто. Так вот, в чем разница между психологом и лайф-коучем, да? Лайф-коуч, он с человеком работает длительное время. Не так, что там одна-две сессии, заплатил кучу денег, до свидания. Это, как бы, мне даже, как профессионала, не совсем интересно, потому что я люблю участвовать в жизни своих клиентов и быть их, да, адвокат, адвокат, это быть их советчиком, советником, быть им их плечом, когда им нужно поплакать, поддержать их, не дать им оступиться и остановить вовремя, да, и проанализировать вместе, допустим, да? Поэтому лайф-коучинг всегда стоит дешевле, чем психология, counseling, но там длительная работа, там мы можем работать месяцами не только над одной проблемой, но и над личностью в целом и самодостаточностью, confidence, успехом и любовью и так далее и тому подобное. Поэтому, вот, я горю тем, что я делаю, я очень люблю работать с людьми, и я хочу поделиться с вами своим опытом и помочь вам наладить вашу жизнь и жить такую жизнь, о которой вы мечтаете. Пожалуйста, вся информация у меня есть на сайте. Так вот, сегодня давайте поговорим о восприятии окружающего мира, о наших вот этих эмоциях, вот этих ненужных, абсолютно никому не нужных эмоциях. Пусть это будет токсичный человек, с которым вы общаетесь, или это будет ваш нарцисс, или это будет просто ваш муж, который вас в данный момент бесит, или ваша жена, или ваши дети, или кто угодно. Любое, любое происшествие, что-либо случается, это называется life event, это что-то, что происходит в данный момент в жизни, да? И наша реакция на это сначала начинается с мысли, потом мысль переводится в чувство, потом чувство переводится в реакцию, это будет какое-то действие, и после этого действия четвёртое, если бы у меня была доска, я бы здесь нарисовала, да? Это outcome, это что? Результат. То есть мы идём мысль, чувство, действие, результат. Мысль, чувство, действие, результат. Мысль, чувство, действие, результат. Первая реакция у нас – это мысль, потом эмоция, потом действие, потом результат. Так вот, смотрите, допустим, как реагирует наш мозг? Ну, допустим, любая ситуация, ну, любая. Допустим, да, любая, честно, проанализирует. Допустим, у меня звонит телефон, звонит человек, с которым я не хочу говорить, да? Звонит телефон. Я знаю, этот человек, допустим, очень назойливый. Я вижу, что звонит телефон. Первая мысль у меня. Я же не только я не взяла трубку, у меня сначала есть мысль. Блин, это опять на 25 минут. Потом вторая мысль у меня. Мне это неприятно, я буду раздражена. Третье действие – я не взяла трубку. Результат какой? Я не взяла трубку, у меня в следующие 25 минут было свободное и счастливое время. Опять-таки, звонит телефон. Первая – блин, назойливая. 25 минут потрачу. Следующее – чувство, неприятные эмоции. О, блин, ну, может быть, надо, у меня же есть чувство вины, у меня симпатии, надо же все это сделать. Ну, ладно, отвечу, но не хочу, да, эмоции, не хочу, но отвечу. Потому что я эмпат. Я поднимаю трубку, я 30 минут сижу, слушаю трындеж человека, который мне абсолютно неинтересен. Это результат чего? Результат моей мысли, моей эмоции и моего поведения, действия. Мысль, эмоция, действие, результат. Запомните, пожалуйста. Мысль, эмоция, действие, результат. Так о чем это говорит? В первом случае я послушала свою мысль, мне было неприятно, я не взяла трубку, я себя не пожертвовала, не подставила, не предала. Мне неприятно, я не взяла трубку. Результат у меня 30 минут свободного времени. Второй вариант. Мне неприятно, я все равно взяла трубку, у меня 30 минут абсолютно другой. То есть моя жизнь в первом варианте 30 минут моей личной жизни и во втором варианте 30 минут моей личной жизни. Вариант третий. Звонит телефон. Я смотрю, блин, ну не хочу я с ней говорить. Эмоции. Мне неприятно, но я возьму. Я взяла трубку и я ей сказала, ты знаешь, звони меня, пожалуйста, ты мне больше не звони. Там поговорила, поговорила 30 минут. Я доказала сама себе, что я ей там сказала, что она, допустим, досойливая. Да все, что ты мне звонила. Или это бывший ваш, да? Да что ты мне звонишь, да зачем, да то, да все. И бросила трубку. Я высказалась то, что я хотела. Результат какой? Результат здесь может быть варьироваться. Или мы дали нарциссу ресурс, или мы не дали нарциссу ресурс, или он понял, что он меня злит, или этот человек понял, какая я злая на него, зачем это надо было делать, вообще непонятно. Опять-таки, все начинается с мысли. Мы должны начать анализировать и понимать сами себя, свои эмоции, свои чувства. Вот об этом писал и Карнеги, об этом писал и Майкл Нил, и об этом писали очень многие психологи, и об этом писал Эккар Толли, который написал «Жить в моменте сейчас», да? Мысль и чувства, это прямо сейчас, понимаете? Допустим, другой пример. Например, приходит ваш нарцисс домой, начинает на вас кричать. У вас, или говорит вам, например, человек вам говорит, ой, с ними это платье, у вас сразу мысль, я, наверное, толстая. Потом, эмоция, вы расстроены. Потом, вы делаете что-то, да пошел ты нафиг, или да ты сам ты жирный, да на себя посмотри, да, вы кричите. Допустим. И результат какой? Плохой вечер. Поруганные люди поругались, и вечер испорчен. Или же, например, если вы уверены в себе, да, и вам нравится своя фигура, и вы себя любите, приходят нарциссы и говорят, слышишь, с ними это платье, ты жирное. Ваша мысль первая сама про себя, да, да, я нормальная, это ты, у тебя проблемы в голове, я-то нормальная. Эмоция, вам весело, слышишь, ты, я себя люблю, у меня замечательная попа. Действия. Вы отшучиваетесь, да, и говорите, у тебя, наверное, проблемы, у тебя там что, плохое настроение сегодня, ха-ха-ха. Отшутились. То есть, результат вечера у вас как проходит? Если вы повели себя как в первом варианте, или вы повели себя как во втором варианте? Всегда мысль, эмоция, действие, результат. И вот я бы хотела вам посоветовать, пожалуйста, начните вот это отслеживать, и потом заметите, что результат, вы должны знать, какого вы хотите результата. Мы контролируем свои мысли, но наши мысли определяют наши эмоции, и очень часто бывает, что мы несёмся, несёмся на этих эмоциях, скачем прямо на конях, да, на эмоциях, как на белом коне, и не можем сами себя контролировать. Поэтому я вам советую, пожалуйста, любой раздражитель, любое, что в жизни происходит, то, что вы смотрите сейчас меня, вот, вы смотрите, это всё равно происходит в данный момент в вашей жизни. Я могу сказать какое-то тупьё, вы можете подумать, да, она дура, всё, не хочу, она мне больше не нравится, она меня раскритиковала, мне больно. Я в следующее действие, что отписалась от канала, потом какое последствие, потом что? Потом вы живёте свою жизнь без Кати Васильевой в вашей жизни. Вот и всё, правильно? Если мне нравится Катя Васильева, мне понравилось её видео, я поставила пальчик вверх, я подписалась к её каналу, мне приятные эмоции она вызвала. Она меня научила, как реагировать, она мне сказала, что со мной всё в порядке, что я молодец. Я подписалась к её каналу, я повлияла на Катю Васильевой, этот, Ютуб, и на себя, и вот, пожалуйста, результат, вот это мой результат, понимаете? Любое ваше действие, это всегда есть результат того, что вы подумали, что вы почувствовали, и что вы предприняли. Поэтому, если у вас есть какая-то цель в жизни, посмотрите на эту цель и подумайте, я хочу эту цель, мысль, я хочу эту машину, я хочу жить в Италии, я хочу быть замужем, я хочу уйти от нарцисса, я хочу быть счастливой. Какой счастливой? Вот такой счастливой я хочу быть. Потом почувствуйте эмоцию. Супер, у меня появляется решимость, я верю в себя, да я решительная, да я весёлая, да я счастливая, да я буду улыбаться, да я буду своего достигать. Только из-за этого вы будете делать какие-то действия. Хочу жить в Италии, я пошла на дейтинг-сайт и записалась там познакомиться в Италии, или же я поступила в институт, или там ещё что-то, или там на работу устроилась в Италии, или неважно, что угодно, смотри, какая цель. Нашла людей, которые живут в Италии, друзей, которые живут, и поехала туда, там отдохнула, там познакомилась, там то, там всё. Неважно. Главное, что ваши действия уже будут ближе и ближе приводить вас к конечному результату. Поэтому в этой жизни всё реально. Начните отслеживать. Пожалуйста, что-то происходит, мысль, вот здесь ваша конфиденция, здесь ваша самоуверенность вступает в силу. Потом эмоция, приятно вам это или нет. Потом действия, если вам это неприятно, действиями мы от этого отказываемся, мы это убираем из своей жизни и получаем что? И получаем результат. Такой, какой мы хотим. И вот этот результат, это и есть. Это наше счастье, это наша жизнь, это как мы хотим жить, где мы хотим жить, какой мы хотим быть и с кем мы хотим быть счастливыми. Я очень вас люблю, огромное вам спасибо. Пожалуйста, кому интересно, вступайте в мою группу. Групповая терапия у нас на сайте. С Катей Васильевой о нарциссах без фильтра. Группа Я и мои нарциссы, группа поддержки на сайте, закрытой, ой, не на сайте, а на фейсбуке. И, пожалуйста, на сайте сейчас проходит акция для вас выиграть подарок. Вы зарабатываете очки, и эти очки можно потратить на сессию, тем самым вы получите абсолютно бесплатную сессию со мной. Я вас люблю. Целую. Огромное вам спасибо за внимание. Вот здесь вот, пожалуйста, подпишитесь, а вот здесь вот посмотрите это видео. Очень интересно. Советую. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok